так в общем друзья приехали мы поселок вот чехия вот такая вот карта первая нам попалась пошла тропинка замку да думаешь туда да вот просто обойти и вот так вот и пойдем на пойдем через город мы потом сюда должны выйти поедине сразу вида до старый город на не сиборда не очень похоже смотришь просто смотри все смотри кафешечка все открыто окошки открыты я не ожидала что на такое место попадем мне казалось что все значительно проще будет как-то сувенирный магазин сувенирный магазин резиденция наполеон и все и Ну, Деррия. Там и башни подают. Красиво, да? Красиво, я не ожидала. Это ещё утро, считается, сейчас кончало 11. Мы ещё посыпались, горе воскресенья. Ну, если кофе кофе, я вообще не против опоздать. Ну, попозже где-то, ну, дальше там пройдёмся, сядем кофе, попьём. Сейчас заехать, ну, за 2-3 кг. попозже. Цветочки. Рассада. Ой, как тут красиво, что-то вообще, в общем, я шок. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот здесь здесь был бельдоватый коне. А ты у белого коня. Так тут куча этих улочек и все не от замка выходят. Пойдем посидим на скамеечке немножко. В общем, друзья, находимся в городе Локет, Чешская Республика. Уютный маленький европейский городок. В нем проживает порядка двух тысяч человек. Но всегда очень много туристов. Сразу ощущается, что он такой маленький-маленький и уютный. Тихая, размеренная такая европейская жизнь. Центральная ратуша. Надписи на чешском языке в принципе понятно, да? Легко переводить. Если не перевезти, так догадаться нужно, о чем-то речь. Самолетики летают. Передем эту сторону, да? Впереди музей и пивоварня. Сразу там какой-то пивоварня-музей. Пока он, наверное, сюда, наверно, наверх. Ты думаешь, наверх? Да, они вверх. Так мы их сейчас обойдем. Так, а зачем? Нет, господи, подожди, подойти хотели. А здесь есть проходы? Ну, будут, да. Точно? Там все закрыто. Не знаю. Пойдем. Красивый какой балкончик. Против солнца, наверное, не видно. Как-то мы странно зашли. И все закрыто. Против солнца, наверное, не видно. Против próxima. Против солнца. Против Альтерна CRНС. Друзья, зашли мы в этот старинный храм. И сейчас пойдем к старинной крепости, ну в нее заходить наверное не будем. Красиво. Это просто подъезд, да, кто-то живет? Красиво. Да, обычный подъезд. Друзья, шли-шли-шли и наткнулись мы на пивные бани, ванны. 49 евро одна персона, 69 евро две персоны. Вот там через пять метров эти ванны. Пойдем в ванну сходим. Больше в замок хочу, в ваннах я вчера была. Так, поражите, там пивные, что в пиве ты купаешься? Да, такие в карловых варах есть. 50 евро, по-моему, стоят с человека, приходишь. 49, 69 вдвоем. А, ну в карловых варах 50 евро, по-моему, с человека, ну в зависимости от уровня, наверное, заведения. И в пиве плаваешь. Прикольно. В старой славянской кухне ресторан и флаг украины висит. Как так красиво. Угу. Да. Угу. Да. Класс. Слева на балкончике кофутка. Да. Наслаждаются видом. На территории замка кафе. А, отсюда входят. Да. Так здесь везде кафешки, ресторанчики. А вот и пивные ванны. Прикол, да? Придумали пивные ванны. Ходить столько надо по этим горкам. Мы уже находились, да? Весна. Мы на выдохе. Не моё здесь происхождение. Нет. А это чьи-то домики. Смотри, какая стена тоненькая. Частный сектор, чьи-то домики. Вот с таким вот видом. Впереди горы. Классный воздух, тихо, красиво здесь. И с этой стороны вот такой вот замок. Получается, люди живут у подножия замка. Видно, домики такие маленькие миниатюрные кошки. Маленькие у людей. Реклама Карловского края. История каких-то, наверное, поселков. Как выглядела раньше, да, в старинную? Как после реставрации. Красиво. У них уже поприятнее идти, чем вверх. Ага. Главное, чтобы там не тупик был, потом вверх не пошел. Полностью. Он как не Себр. Омывается рекой? Да. Калитка в чьи-то дворик. В чьи-то дворик. Немножко неухожен. Получается, прямо в замке живет. Ну да. Получается, частный сейкар, да. Вот это река Огоржа. И там вот люди дальше, да, живут как красиво? А это та школа. Это школа, да? А, школа написано, да. Деревья такие вековые, да? Деревья вековые. Я смотрю, дорожка, камни тоже очень старинные. Блин, я так кайфую, мы такие места посещаем вообще. Никогда в жизни не могла подумать, что я тут буду. Не знаю. Скажем так, даже вчера еще у моей планы это вообще никак не входило сюда попасть. Там какой-то амфитеатр. Да, я видела с дороги. Ой, красиво. Ага, замок. Вот на скале стоит замок. Да, я хотела изначально сюда зайти по этой дорожке. Пойдем сюда, да? Сюда? Да. Аккуратно. Аккуратно. Ну, красотища. Ты вчера вечером, когда спать ложимся, ты думал, что с утра будешь в этом замке? Нет. Нет. Утром проснулись, начали читать, куда ехать. Замок Локет, либо замок Бечев. Почему-то мы пришли к единому мнению, что лучше почему-то в Локет приехать. Хотя, говорят, более популярное место Бечев. Ну, Бечев как-то в следующий раз приедем. Меня больше всегда восхищает, ну, как бы там, ну, архитектура, там, исторические всякие места. Я больше зависаю на том, вот, как люди живут, частный сектор, что они видят с окна, как они здесь живут, где они работают, какая здесь инфраструктура. Вот больше вот это интересно. Слышишь, автобус приехал туристический. Вообще, мега популярное место. А, слышишь, а мы к этому мосту как-то подойдем или нам опять на него подниматься? Надо все обходить обратно. Мы чтобы к нему уже подошли к мосту, а потом пошли в замок. Я хотела прямо пойти, но мы пошли не прямо. Но я хочу на него как-то подняться. Пойдем? Эй, не сюда обратно. Чего? Там проход нет. Пошли. А ну, не поднимемся сюда. Так, и спустились мы к реке. Вообще супер. На той стороне какой-то амфитеатр, беседка. Там куча пешеходных троп, люди там в лесу гуляют. По этой дорожке можно обойти весь остров. Да? Ага. А, ну, наверное. Пойдем. Пойдем, хочу вот этот мост снять. Ой, а глянь, какие тут скалы. Ничего себе. Кто-то же жил когда-то в этом замке, да, тоже какие виды были. Вообще даже деревья березы растут. Угу. Стремновато. Стремновато. И на той стороне красиво люди гуляют. Боишься, да? Боюсь. Так может к деньгам. А, вытирать-то не. Дверь, я вообще шут из этого места, круто. Ну вот сейчас будет лезть вот так на самый верх туда. Полезешь? Наверное, нет. Мы будем лицезреть этот мост со стороны. А там дрова на той стороне, наверное, можно на пикник приехать, да? Оно и такое дерево было. Оно и дерево было вообще. Вот такое дерево было. А то капец. Это размерчики. А там, смотри, в замке какая-то смотровая площадка, люди стоят. А там дорога вдоль озера едет. Красиво. Там вот дровишки сложные, наверное, на пикник люди приезжают. Веревочный этот городок, да? Угу. Классно. Вообще супер погода. Если бы даже вчера приехали сюда, был дождь. Да, вчера был он не сильно так. Мост огроменный, да? Угу. А под мостом стоит скамеечка, стульчик для рыбалки. Ну, брат, какой-то рыбак сидит. Ладно. Сам упил место. В общем, друзья, нашли мы ступеньки. Все-таки вверх. Придется подниматься на этот мост. Ну, хочу немножко еще показать, наверное, либо дачи чьи-то. Вот с таким вот видом. Тишина, благодать. Вообще супер. Вот здесь живут люди. Такой маленький частный сектор. С одной стороны участка. Такие скалы. А с этой стороны вот такое вот озеро. Ну, это не озеро, это река. Я говорю, озеро, озеро. Нет, это не озеро, это река. Очень много людей катаются на велосипедах. Классные места для прогулок, конечно, однозначно. По пути вот прогулки нашей стоят скамеечки, люди отдыхают. Очень много с фотоаппаратами, с камерами. Снимают, фотографируют. Очень круто. Вот мост с этой стороны вот так выглядит. Ну, мы сейчас поднимемся на него. Скажем так, мы прошлись, посмотрели. Если бы не было вверх ступенек, мы бы, наверное, не поднимались. Но, коль они есть, будем подниматься. Хочу еще показать чей-то огородик маленький. Вот так выглядит. Все такое миниатюрное, аккуратненькое, красивое. И в таком месте это все находится. Прошлась немножко дальше. Вот здесь уже начинается частный сектор вдоль всего замка. Очень красивые участки. Вообще супер. Все ухожено, все красиво. Зелено, сочно. Но это больше похоже на дачу. Маленькие домики, теплицы. Пойдем в гору. Пойдем в гору, да. А то мы тут прибалдели на скамеечке. А что здесь? Винный погреб. Старый амфитеатр. Да? Я не знаю. Так, город Локет. Нашли. Дату основания. 1352 год. И мы наконец-то поднялись на этот мост. Мост посмотрели снизу, со всех сторон обошли. Вот дачные участки. С высоты видно. Кто отдыхает, кто работает. Работа кипит. А вот дальше домик белый с коричневой крышей, Костя. Вон. Вообще так река заворачивает. На изгибе реки. Прикольно. Совершенно другой ракурс. Как с открытки этот замок. Прикольно видос. Кольчик. Но, я думаю. 2-3. Ой. 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 я не пойму это даты строительства моста 1834 100 лет Ничего себе